Здравствуйте коллеги, меня зовут Александр Лавров, генеральный директор компании Vizero, вас уже стало много, неприятно вас всех увидеть. Давайте немного познакомимся. Кто является разработчиком решений в актуальной дополненной реальности? Классно, обычно наоборот, обычно 99% разработчиков. Кто является потребителем и продавцом? Окей. Кто является агентством? Так, интересно, кто есть остальные люди, надо будет научиться обладать. Моя забавная тема. Я выгляду потому, что мне хотелось что-то новое рассказать. Потому что у меня сегодня юбилейный доклад, в этом году 20-е выступление про РВР. В рамках ассоциации моя функция – это буквализация основного управления. И, похоже, я научился его довольно нормально объяснять. Я хочу вам сегодня рассказать, как я своим клиентам рассказываю. Простыми фразами, понятными метафорами для того, чтобы они поняли и губили. Так, кликер. Кликер не кликнет, ну ладно. Мы не такие известные, как Microsoft, поэтому я, видимо, пару слов скажу, чем занимается компания. XZero вообще занимается разработкой подвизуальной коммуникации. Занимается она этим 2008 года. У нас много 3D, много разных технологий. И, в частности, RVR – это такой степ, который мы тоже активно продвигаем для решения определенных задач, когда они нужны. Компания сделала больше 150 проектов. Компания сделала проекты для крупных клиентов. Многие логотипы, я думаю, вам известны. Мы успешно конкурируем на зарубежных рынках. У нас 5 офисов в мире. И я не сказал бы, что там прям такой высокий уровень, а никак нельзя учить нормальных заказчиков. Вполне все можно. Вполне все работает. Мы являемся учредителем ассоциаций. И да, я везде пытаюсь популяризировать меры своих сил нашей компании, сил направления. Что мы сегодня с вами получим? На самом деле, 3 вещи. Первое – я называю пользу и развлечение. То есть, я хочу вам рассказать, как мы действительно это продаем. И я объясняю на пальцах клиентам. Второе – я хочу, чтобы это было весело и интересно для вас. Чтобы вы не засвучали. Будет холодный осенний, как зимний день. Второе – мы рассмотрим как с теоретической, так и с практической точки зрения. Я собираюсь показывать закрытые кейсы, которые я не показывал до этого. Третье – это будет практика. То есть, не будет слов там «вы знаете там где-то там». Нет, я буду конкретно рассказывать и смогу после доклада поотвечать на ваши вопросы. Первое – это теория. Давайте посмотрим. У нас тоже есть матрица, но она с картинками. Я бы ничего не отвечал. Я понял, что люди не понимают. Действительно, терминологи являются очень большой проблемой. Спасибо, коллеги, мне очень сильно облегчили работу. Они показали две матрицы. Они об одном и том же, но немножко по-разному. Это третья матрица. Я стараюсь не показывать клиентам ничего, кроме этого на первой встрече. Иначе они сходят с ума, и дальше с ними разговаривать очень сложно. Попадку. Люди весь тех технологий, вот этот огромный, воспринимают как эти четыре картинки. Это реальный мир, то, что они видят. Вот я вижу вас сейчас. Вы видите этого кота, вы видите меня. Все прекрасно. А справа – это полностью мир искусственный. Это может быть компьютерная игра, это может быть фильм, вообще все что угодно. Но там ничего нет из реального мира, который вы наблюдаете в данный момент. Это ключевое слово. Все, что находится между ними – это как раз-таки вмешанная реальность, про которую говорил Костя. Люди, которые мы продаем, они не очень хорошо понимают кружочки. Хотя я, как человек технического вычисления образования, люблю такие редаторы. Но клиенты, они как-то очень просто понимают, или оно так, или не так. Наиболее распространенная сейчас – это дополненная реальность, когда у вас некоторое количество искусственных объектов находится в реальной среде. Например, здесь газовая какая-то перегонная станция проецируется на реальную среду. Гораздо менее распространенная, так называемая, дополненная виртуальность. Такое технику вообще не знает большинство людей, но вы можете прислать перед клиентами, они обычно это любят. Когда вы видите в виртуальной среде какие-то реальные части. Например, людей, которые с вами находятся, там, свои руки – это очень любят для всех тренажеров и вау-штук применять. Причем вот эта вещь, она известна чуть не с 80-х годов. Если вы в интернете наберете смешанную реальность, наверняка где-то в начале у вас будет вот эта вот диаграмма. Но всегда обязательно показывайте картинки. Диаграмму никто не понимает из клиентов. Дальше, еще одна важная штука, которую тоже никто не любит обсуждать. Дело в том, что виртуальная реальность – это не новый термин. Он очень старый, он появился очень-очень давно. И самое смешное, что виртуальная реальность – это просто созданный техническими средствами мир, который человека погружает. Вы видите фильм с чатрами – это первая виртуальная реальность. Просто нет низкого уровня погружения. Здесь есть важный термин – как степень погружения. То есть, какие чувства, насколько глубоко он задействован для того, чтобы человек себя почувствовал внутри. Человек же меняется, и средства тоже меняются. Сейчас, понятно, все стремятся к себе пять чувств, и еще открыть еще какие-то чувства, какие-то грани новые. Но, тем не менее, кинематограф – вполне себе виртуальная реальность. И есть трехмерный кинематограф – еще более виртуально реальный. Игра – еще более виртуально реальная, ну и так далее. А прошлое и настоящее – это собственно продолжение предыдущего слайда. То есть, в 36-м году официальный термин появился. Но фильм «Черно-белый» мы могли смотреть и гораздо раньше. Шлемы и прочие устройства делают так же давно. Сейчас третья волна вертальной реальности большая. И в 16-й год был важен, потому что появились первые устройства до конечных пользователей. Пока их не было, это было дорого. Об этом было бессмысленно говорить. Это была научная работа. И мы с вами, в общем-то, не могли это особенно использовать. Наконец, у меня хватило силу. И в эту презентацию я включил то, о чем я говорил во всех предыдущих презентациях. Это прибытие поезда. Кто видел человека в пульварах в пациенте? Да, в прошлой аудитории это я, на чем-то возьмем. Как люди реагировали на эту первую виртуальную реальность? Для них это было вау. Сейчас, ну, мы понимаем, что вообще это никого не поражает. Телевизор это так. Средства восприятия информации. Эти фильмы уже тоже не особо кого зацепляют. И, на самом деле, основная причина, по которой все хотят делать более высокий уровень погружения, это людей удивить. Для того, чтобы они начали какие-то новые продукты покупать. Это создание дополнительной какой-то ценности. Давайте посмотрим шестнадцатый год. Это HTC Live их ролик. То есть, насколько более сложное впечатление. И только это человек удивило. Если бы он смотрел это просто по телевизору, да, в общем-то, ни за что бы. Не удивило ты. А смотрите, какие дурацкие действия она делает. И ей это нравится. То есть, простой, достаточный контент, но виртуальной реальности, где человек внутренно взаимодействует и себя с ним ощущает вместе, он его удивляет. И это, на самом деле, было для нас главное открытие. Потому что у нас много было проектов, на которых контент стоил на человеческих денег, но оказалось, что часто контент может быть значительно более простой. Но за счет отличных сценариев взаимодействия эти проекты становились классными. И их очень любили, они решали свои задачи. Немножко попугают, коллеги пугают, я тоже хочу попугать. На конец 2015 года это количество только известных крупных компаний, которые что-то делали для этого направления. Это количество решений, которые были в разных областях. Я даже не хочу о них рассказывать. Если вы захотите, я в конце покажу ссылку на наш сайт на YouTube. В июле там есть трехчасовая лекция, я прямо-то разжевываю то, чего делал, зачем он делал. Нужно просто ориентироваться. Я также расскажу тоже, что с этим делать. Основная вещь, которую можно помнить. Зачем вообще это нужно? В принципе, зачем покупать или покупать виртуальную дополненную реальность. Основная причина то, что люди более глубоко начинают получать опыт. Здесь хорошая картинка. Вы видите радостный лист. Люди не просто что-то смотрят, они реально в этом участвуют. Люди хотят участвовать, потому что сейчас проблема. Люди стали пожирателями информации. Они перестали многие действительно хорошие вещи воспринимать, как что-то выходящее над этим серым базовым уровнем. Виртуальная реальность позволяет их выдрать. Они начинают свою сопричастность осуществлять. И вы можете, самое главное, как здесь написано, погрузить их действительно в любую следу. И что важно для вас, вы можете привести к нужным вам действиям. Потому что мы, разработчики, контролируем этот виртуальный мир. Если вы хотите, чтобы он увидел что-то или сделал что-то, игровыми сценариями его гарантированно можно к этому подвести. И это не будет восприниматься как насилие, он будет рада. И компьютерные игры этим пользуются вовсю. Есть даже целое направление, называется Advertising Games. Это нормальные игры, с первого взгляда. Но они круто промонтируют ту идею, тот бренд, который им заплатил денег. Кто знает этот термин? Очень советую прочитать. Это на Западе сейчас мегатренд, потому что там люди совсем перегружены. С этими всеми рекламными штуками они ищут новые медиа. Для того, чтобы дальше втюхивать. Так. Про будущее. Кто знает такую компанию, как Facebook? Да ладно. Все облинились. Надо выпить кофе в перерывах. Значит, Макс и Гринберг по факту являются одним из основных именгипистов этого вверх направления. Facebook вложил, по-моему, 2 миллиарда долларов в Oculus Rift. И мы видим на Facebook коньяк с огромное количество людей в шлемах. И он говорит о том, что это новая платформа, которая, в принципе, должна заменить наш текущий интерфейс пользовательографический. Он говорит, что был текст, был графический интерфейс. Сейчас приходят интерфейсы в паре, когда человек сможет напрямую взаимодействовать. Хотя текущие технологии – это косты. Я согласен с коллегами, возьму Microsoft. Есть много разных направлений. Есть вообще уже направления нейро. Как люди чуть ли не мыслями движениями что-то передают. И много чего еще. Давайте посмотрим, как выглядит может будущее. Константин сказал про Magic Leap, но это один из их роликов. Это самый законспирированный стартап. В них уже 2 миллиарда долларов вложили. Никто, кроме роликов, пока ничего не видел. Но если они сделают такое, то, я думаю, очень хорошо все у них будет на рынке. Причем вкладывают крупные компании, типа Google, которые делают тоже свое решение. Люди уже почти 200 патентов сделали. Основная здесь история, что они работают на взаимодействии. Кодинка хорошая, много людей. Много у них хороших людей. То есть это стоит иметь в голове, во всяком случае, что это может случиться. Вторая история. Кстати, Константин мне показал этот ролик. Это ролик Microsoft. Как Microsoft видит в себе будущее. И большинство клиентов наших на самом деле смотрят такие ролики. Они смотрят Железный Человек. Они смотрят Трон. У нас есть 2 типа клиентов. Жертвы Железного Человека и Жертвы Трона. Они думают, что это сейчас можно сделать. И когда вы к ним будете приходить, они, скорее всего, вам будут что-то такое отписывать. И их желательно спросить, какие фильмы вы смотрите. Это очень важный референс. Потому что, когда вы сделаете предложение, они скажут, что это хрень. Что вы показали. И вам показывает или такой ролик. Но я не говорю, или Трон, или Железный Человек. Вообще-то много классных штук. Матрица, кстати, не является референсом для большинства клиентов. Ну, собственно, да. Все классно. Вокруг виртуальной дополненной реальности. Это потенциально возможное будущее. Понятно, что сюда можно устроить любой бренд. Вообще, если что угодно. В реальную среду. Новое, можно сказать, будущее для рекламы. Я хочу подробнее остановиться на устройство дополненной реальности. Там есть мнение, что она может принести больше пользы. Потому что реальный мир большой. И для него не нужно генерировать такое огромное количество контента, сделанного руками. Как для виртуальной реальности. Или цифровать. Более того, устройств, которые могут взаимодействовать с реальным миром, их уже много. В первую очередь, это мобильные устройства. Куча разных шлемов. На машинах различные вещи и так далее. Но реально нужно помнить про мобильные устройства. Есть очень интересные цифры. Первая цифра, что на 2015 год уже полтора миллиарда устройств были готовы для дополненной реальности. В 2016 году 50% устройств были готовы. В 2021 году порядка 100% устройств будут готовы. Это значит, что вам можно забыть про технические ограничения. У людей уже есть устройства. И они могут этим пользоваться. Им не надо ничего докупать. И, в общем-то, это здорово. Плюс большое количество средоразработки. Больше уже 50, потому что все понимают, что это гигантский рынок. И хотят на нем в итоге быть. Вывод, который, главное, я хочу сделать в теоретической части. Всего очень много, да. Но для проекта нужна любая сильная идея и сильная команда. Как на стороне разработчика, так и на стороне заказчика. Потому что текущие технологии, при всем их несовершенствия, в принципе, позволяют делать хорошие, интересные вещи, которые действительно нужны. Но, как правило, самые простые идеи, они уже избиты. То есть домик на карточке, который видят через мобильный телефон, это уже не цепляет никого. Все хотят каких-то задумок, чтобы это было свежого, нового. Чтобы это был какой-то опыт интересного, чтобы человек был в голову. По названию надо думать. Соответственно, я хочу перейти к практической части. Я буду рассказывать про спасение проекта с помощью виртуальной реальности. Мы много сделали кейсов. Здесь куча направлений перечислено. Здесь красивые картинки. Но я помню, что я за 40 минут не успею вам рассказать об этом. Я подумал, о чем я хотел бы рассказать. Я решил о самой больной теме рассказать. Это про пиар-наркетик в сфере культуры. Много работаю с музеями, с театрами, с различными такими учреждениями. Давайте вы скажите мне, кто был в музее в последний месяц? В хорошей взрослой аудитории, еще раз повторюсь. Кто был в последний год в музее? Супер! Я тоже бываю в музее, но не во всех и не так часто. В последнем работе. Значит, с чем столкнулись музеи? Мне понравилось встречение постпокемоном Go World. Потому что он стал, на самом деле, тем пиком, который показал, что конкуренция за время человека, она уже не огромная. Она просто эпических каких-то размеров достигла. И вы видите здесь очень интересную картинку, как человек приходит явно в очень хороший музей. Судя по обстановке, не бедный музей, в котором много чего посмотреть он может. И он ищет покемонов. Это реально не больно. Человек ищет хороший музей покемонов. И появилось понимание, что человек хочет что-то еще. Он хочет не просто смотреть. Он хочет как-то со всем этим взаимодействовать. Если у нас в странных музеях они более интерактивные, там можно много чего потрогать, какую-то информацию получить. В России, конечно, это пытаются делать больше. Но по факту далеко не везде далеко не все. Плюс есть какие-то вещи, которые душать на них нельзя. А люди привыкли к потреблению, и они ожидают, что когда они придут в музей, вокруг него будет некое развлечение строиться. Потому что модель потребления другая. Человек привык к сервисам вокруг себя. А в музей он приходит, он говорит, ничего нельзя. Ничего нельзя. Иди на нами, смотри, сейчас тебе все это расскажут. Пока. Я хочу рассказать о нескольких проектах, где это было, собственно, переломлено. Но я опять повторю, что нужна сильная идея и слаженная работа. Если их нет всего, проект будет мертвым. Но это для любого проекта. Но в РВР, из-за того, что область новая, это особенно быстро происходит. Начать хочу с проекта виртуальный музей архитектуры. Кто вообще любит русскую архитектуру? Вот русскими архитектами сделаны. Как я скажу, в родственной аудитории хорошо. Большинство людей не знают о ней ничего. Большинство людей не знают о том, что были проекты, которые во всем мире считаются одними из лучших. Например, вы видите перед собой проект Большого Кремлевского отца. Он был перед этим. Это был проект русского лувра, не построенный. Его знают во всем практически мире. Но, например, в среде моих знакомых его знало два человека, наверное, из ста. И была идея начать продвигать собственную русскую архитектуру через вот эти великие нереализованные проекты. Причем продвигать по всему миру. И была предложена идея делать с помощью технологий виртуальной реальности. На первом этапе это было с низким погружением в виртуальную реальность. Мы делали разные приложения, где в 3D человек мог уходить и, собственно, все посмотреть. Ужасный технологический процесс производства, оказывается, можно посмотреть. На втором этапе начали делать шлейфы и так далее. Что интересно. Во-первых, это приложение в первый раз за много лет победил на европейском конкурсе музей. Вообще, первый раз русский проект победил. Это стало наконец-таки нормальным признанием. Во-вторых, у него, при всем при этом, что его музейное сообщество признал, появились нормальные пользователи. Мы опубликовали приложение на Steam. Кто знает с тобой? Стим. Кто играет в играх? Окей. Ну, там хорошая голосовая деталь. В твоем плане. Стим – это магазин приложений игровых. И там используются как корные, достаточные игроки, которые, на самом деле, нам казалось чужды вообще все это. И мы экспериментально опубликовали. Приложение мало того, что за 10 дней было доброе на комьюнити, там есть процедура прохождения – плохие продукты они публикуют. За 10 дней 14 тысяч человек проголосовало. Это приложение еще стало седьмым среди трех тысяч приложений. И, соответственно, это был высший проект модуль Министерства культуры, и он был одним из лучших игроков в проектах. Здесь виртуальная реальность реально помогла. Так, здесь дальше слайд. Как мы опубликовались на геймлайте. У проекта было несколько расширений. Мы всегда стараемся из одного контента сделать максимум аутбутов для того, чтобы решать разные задачи. В ролике вы, наверное, видели инсталляцию «Перидор времени». Она работает, наверное, на контенте Музея архитектуры. Еще буквально месяц назад мы сделали видео 360 градусов, потому что большинство людей на самом деле лень кричать приложения. Они хотят быстренько посмотреть. Если оно нормальное, то тогда они что-то делают. И мы сделали из экскурсии большого премьерского дворца «Видео 360». Сделали рекламку, потому что понятно, иначе никто не придет, не узнать об этом, чтобы посмотреть интерес. К нашему удивлению было 25 тысяч просмотров за два дня и вирусность 420 процентов. Мы стали анализировать почему. И пришли к однозначному выводу, что это уникальный контент в новом формате. Потому что у них нет других вариантов посмотреть этот контент. И для них формат позволяет интерактивно с ним взаимодействовать. Потому что когда это был обычный ролик этой же самой экскурсии 360, у него вирусность была, по-моему, всего 150 процентов. Потому что уникальный, да, контент. Но люди почти ничего не могли там делать. Они как в музее в настоящем сидели, вот так и втыкали этот контент. И у них быстро заканчивался интерес. И мало кто доходил до середины ролика. Хотя контент вообще был тот же самый. И чем это легко делалось, так была же 3D-модель. Следующий проект, он тоже полегвой. Кто знает вообще такую профессию, как реставратор картин и других разных штук? Вот. А большинство людей не знают. А это большая профессия, которая воспринимается как такие тетки в узинных перчатках, которые что-то там на цветовом делали. На самом деле это не так. И в России большая школа даже из Италии приезжает реставрировать известные картины. И поставлена была задача публиализировать профессию. И в ряде музеев было распространено продолжение, ну вы видели в общем в ролике сейчас это, которое позволяло навестись на картину и посмотреть, как этот процесс происходит. Он очень интересный на самом деле. Когда я начал ходить, я это прочувствовал, и люди тоже начали прочувствовать. Ну и собственно сейчас это еще в ряде музеев распространяется и проект увеличивается. Потому что по факту на данный момент это первый проект, который стал интересен людям про картины. Это как называют проект про картины. Потому что до этого не очень интересно было смотреть. Следующий проект. Кто-нибудь был на выставке военной техники на ВДНХ? Ага. Ну ее почти не стало там уже. Сейчас вы ее увидите. В общем пару лет назад наш клеток в ВДНХ, мы много с ними работали, выставлял военную технику на 9 мая. Казахстан как раз тогда подреставрировали. И поставили задачу, чтобы не просто показывать военную технику, но полализировать российскую научно-техническую мысль. Это же не просто так железки стоят. Когда-то люди думали, они создавали это. И создали приложение дополненной реальности, которое позволило собственно без этих макет посмотреть, как техник работает. У нас конечно была идея, чтобы это на самой технике показывалось. Но так как до последнего буквально дня все время соцвета техника происходило, то мы сделали более простой вариант. Но что интересно, 100 тысяч пользователей за 10 дней было у этого приложения. На данный момент это самое массовое наше приложение, потому что массовая площадка. Для дополненной реальности вообще очень важна высокая проходимость. Это первое. Второе. Нужна какая-то медийная поддержка. Потому что люди сейчас не понимают, что такое метка, что там с ней делают, что надо скачать какое-то приложение. И им должно быть интересно заранее, чтобы они это скачали. По этой причине дополненная реальность, ну довольно на самом деле сложное направление. Требуется дополнительное усилие для форматирования приложить. С другой стороны, когда компания уже пошла и им нравится, можно устраивать вирусные механизмы, типа там фотографии на фейсбуке себя вместе с этой супер техникой и так далее. И она хорошо сама себя поддерживает. Но первоначально нужно вкладывать в север. Так. У Фарки Корикова тоже все были. По-моему, в прошлом году Фарк Корикова решил, что им нужно начать промотировать свою историю. И одна из главных частей истории – это так называемая хорошотная вышка, которая в 30-е годы была. Ну вот фильм, собственно, мы нашли фильм, где она была. Понятно, что реальную вышку никто бы не разрешил построить там. Но реально там другие вещи. И решили, что в виртуальной реальности вполне себе можно сделать этот кружок. Т.е модель, по которой, по-моему, это была. Потому что мы с ними работали уже на тот момент довольно долго. И сделали очень быстрый, по-моему, за месяц. Еще на опусе старом, в девелоперском тогда не было консиверской версии. И, к нашему большому удивлению, людям понравилось даже это. Да, надолго это тюнер, для того, чтобы людей не тошнило и прикружилась голова. Но музей – это один из самых популярных на данный момент экспонатов. И большинство людей, которых знали мы, они узнали об этой парашютной вышке именно из этого аттракциона. А не прочитав где-то там в парке Горького, что здесь стояла такая вещь. Потому что они получили опыт взаимодействия с ним. По-моему, это был мой последний слайд. Значит, кому интересно посмотреть больше, у нас есть канал. Мы ютубер, собственно, наберете резервы. На нем очень много всего. Там 427 видео в наших всяких проектах и так далее. И 30 с лишним часов лекций. Кровая вверх. Тогда мы обычно быстрее добавляем, чем на сайт. Мне приятно было для вас сегодня сказать все это. Спасибо за внимание. Александр, спасибо. Друзья, у нас сегодня на конференции действует очень удобный, очень полезный и интересный сервис. Называется MeU. Это наши партнеры. Уже очередное мероприятие. Сервис используется для нетворкинга на конференциях. Вам стоит обязательно зайти на сайт meu.ru. Спасибо. Спасибо.